На какой трюк снять обучающее видео? Даже не знаю. Кажется, я знаю, какое обучающее видео будет в этот раз. В этот раз я расскажу вам, как делать кипец ревайн. Желаю вам приятного просмотра. Друзья, прежде чем мы начнем, хотел вас в очередной раз поблагодарить за вашу активность в предыдущем видео. Вы, как всегда, набрали огромное количество комментариев, огромное количество лайков. Спасибо вам за вашу активность. Очень рад, что меня поддерживаете. И это меня мотивирует на новые видео, на новое обучающее видео. И в этот раз вас ждет как раз кипец ревайн. Прежде чем приступить к техническим моментам, прежде чем разобрать ошибки, которые допускают новички, давайте поговорим про сам трюк кипец. Если рассматривать лингвистическую составляющую, то вот это вот слово less, которое прибавляется к слову kick, оно означает то, что чего-то нет, то есть чего-то мало. Например, там есть useful, полезный, useless, бесполезный. Если говорить про kickless, то здесь нет того самого кика, то есть нет того удара. Когда мы делаем, например, хил на вип, то мы сначала делаем хил, потом бьем ногой, возвращаем вип. В случае с kickless ревайн, здесь не нужно бить ногой, все делается за счет рук, но об этом чуть позже. Если говорить про историю происхождения этого трюка, этот трюк появился очень давно. В 2006 году Мартин Кимбл первым поставил этот трюк. Что самое интересное, когда я был в Барселоне в прошлом году, я брал у него интервью, и только потом я узнал, что это тот самый парень, который впервые поставил kickless. Это легенда самокатного спорта, поэтому трюку получается уже в районе 13 лет. Трюк появился достаточно давно, и сегодня я расскажу вам, как его делать. Ну что, приступим к технике. Корпус. Корпус держите ровно, никуда не заваливайтесь, так как это небалансовый трюк, поэтому специально наклоняться никуда не нужно. В случае с ногами. Ноги держите на краешке деки, то есть можно ставить их прямо на носочки. Это нужно для того, чтобы вы деку толкнули как можно быстрее. То есть вы можете ставить их как на середину доски, как ближе к тормозу. То есть, например, в случае с брайфлипом, там нужно специально ставить ноги как можно ближе к тормозу, чтобы вытолкнуть само движение брайфлипа. В случае с kickless rewind, здесь можете ноги ставить куда угодно. Главное, чтобы они были прямо на краешке деки, на носочках. Основная сложность этого трюка заключается в том, чтобы вернуть движение и понять, как именно это делать. К сожалению, для новичков этот трюк достаточно сложный, и чтобы научиться делать kickless rewind, нужно для начала уметь heel, уметь heel на hip. То есть вы умеете heel, стабильно делаете heel на hip, и также вы должны научиться делать hip-hip. Hip-hip выглядит следующим образом. Вы поднимаете движение рядом с собой и опускаете резко вниз. Когда вы научите все эти три движения, после этого можно делать уже kickless rewind. Следующий момент – это руки, постановка рук. В случае с kickless rewind, руки держите пошире. В случае, например, с барспином, нужно держать поуже. Поэтому здесь возьмите руки как можно шире. Это нужно для того, чтобы вам как можно быстрее вернуть движение назад. Как его начинать? Вы ставите ноги, как я уже говорил, на край деки, на носочки. После этого вы делаете heel, и heel должен прокрутиться ровно на три четверти движения. То есть 75% движения вы прокрутили, после этого вы делаете hip-hip, о котором я говорил. Как он делается? Вы делаете heel, прокручиваете на 75%. Дальше нужно немножко поднять руль вверх, а потом резко опустить его вниз. Движение будет выглядеть вот так. И здесь важно давить еще на ручку от самоката. То есть, если у вас моя стойка, у вас правая нога спеете, давите на правую ручку. То есть вы будете прям давить вниз, и тогда вы вернете движение как можно быстрее. Если у вас другая стойка, соответственно, вы давите на левую ручку. Прежде чем рассказать вам про ошибки, которые допускают новички, я расскажу вам про три момента, которые связаны с этим трюком. Первый момент – старайтесь отводить на достаточное расстояние, чтобы вы могли вернуть kickless. К сожалению, понятия достаточно абстрактные. Для каждого кому-то понадобится метр, кому достаточно будет сантиметров 30-40. И вы в процессе обучения сами поймете для себя, вот найдете эту точку возврата kickless и поймете, как правильно его делать. Второй момент. Когда вы делаете kickless, старайтесь его отводить не в сторону, а отводить его вперед и в сторону. Это нужно будет для того, чтобы вы движение делали по прямой. Это будет удобнее. Если вы будете отводить только в сторону, скорее всего, вы будете подстраиваться под деку, вас будет слишком сильно разворачивать, и вы просто будете делать градусы. А градусы здесь не нужны. Вы будете делать по прямой, корпус ровно, движение делаете за счет рук. И как раз, раз я затронул тему рук, еще два момента связаны с руками. Руки вы делаете шире, об этом я уже говорил. И когда будете делать kickless, руль, во-первых, должен быть ровно. То есть, как он был, так он и остается. Не нужно делать там ни какие-то x-up или половины x-up. И по поводу плоскости, руль должен находиться, опять же, в этом же положении. Не нужно его наклонять. Очень много ошибок связано с тем, что вы начинаете делать kickless, и вы наклоняете движение, сам руль. В связи с этим держите руль ровно, никуда его не наклоняйте, и тогда у вас будет правильный kickless. Итак, давайте разбирать ошибки. Первая ошибка связана с тем, что вы не разобрались в движении, и вместо kickless у вас получилось 2 хила, а то и 3 хила. Движение будет выглядеть вот так. Чтобы эту ошибку исправить, вам нужно довести движение до идеала именно в футу, то есть, вы будете стоять, крутить на месте, и когда вы поймете, что у вас движение стало стабильно и контрольно, после этого уже можно делать на подкат или на какой-то вылет. Вторая ошибка будет связана с тем, что вы слишком далеко отвели движение, и движение будет выглядеть вот так. Третья ошибка будет связана с тем, что вы не достаточно далеко отвели движение, и движение будет выглядеть следующим образом. Чтобы эти ошибки исправить, вам необходимо понять, в какой точке нужно остановить движение. Это достаточно сложно в процессе обучения, но просто на словах. Тем не менее, пробуйте как можно чаще. Если вы будете как можно чаще пробовать само движение, вы поймете, в какой момент нужно возвращать, поскольку, как я уже говорил, кому-то нужно отвезти очень далеко, кому-то достаточно сделать небольшое движение, и он сможет вернуть. Концентрируйтесь на том, чтобы вернуть вашу деку обратно. Опять же, если у вас моя стойка, давите на правую ручку, если у вас другая стойка, будет регуляр, тогда давите на левую ручку. И тогда вам будет проще вернуть киклис ревайн обратно, и вы сможете приземлить этот трюк. Четвертая ошибка будет связана с тем, что, когда вы делали киклис, вы вместе с этим движением развернули ваш корпус. Движение будет выглядеть вот так. Чтобы эту ошибку исправить, вам нужно концентрироваться на том, чтобы вы стояли ровно. То есть, когда вы делаете киклис, никуда не разворачивайтесь, напрягите все тело, напрягите ваши руки и делайте движение по прямой. Как только вы научились делать киклис по прямой, вы имеете его на подкат, на фамбокс, в других фигурах. Следующим этапом станет киклис в квотере. Здесь необходимо знать три момента. Первый момент. Это градусы. Когда вы делаете барспин, вы можете позволить сделать себе там 130-140 градусов, и в любом случае, если это ваш барспин, не оппозит, а именно свой, вы в любом случае приземлите, и никаких проблем с приземлением не будет. В случае с киклисом, градусы нужно делать сразу. То есть, вы подъезжаете к квотеру, как только вы оттолкнулись, ваше тело должно быть сразу развернуто на 180 градусов. И дальше вы уже делаете сам киклис и приземляете его в две ноги. Второй момент. Он связан с отталкиванием. Здесь необходимо отталкиваться как можно сильнее, поскольку, когда вы делаете киклис, вам нужно большое время в полете, то есть, нужно сильно присесть, сильно выпрямить ноги и акцентировать внимание именно на прыжке. Тогда вам будет проще сделать киклис, вы его успеете. И третий момент связан с самим движением, как его нужно делать. Например, если вы делаете на фамбокс, у вас много времени в полете, вы можете позволить себе делать его не так резко. В случае с квотером нужно тянуть его как можно резче к ногам, и думать о самом приземлении и, собственно, напрягивать двумя ногами на доску. Ну что, друзья, как и так выглядит киклис ревайн. Его можно делать как в квотере, как по прямой, так и в дроп. Можно делать хил на киклис, киклис на вип. И, знаете, у меня есть одна интересная идея. Здесь сейчас катается мой ученик, Леня Арбатский, один из моих вытающихся учеников. И он очень любит киклиса. Он делает и два киклиса, и два киклиса на вип. Вот как раз там Леня. Давайте посмотрим, что такое школа Артема Остапова и попросим Леню сделать трюки на камеру. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, это обучающее видео подходит к концу. Я надеюсь, что вам понравилось. И в ближайшее время вы обязательно научитесь делать киклис. Я верю, у вас все получится. А по поводу следующего обучающего видео были разные мысли. Я вижу все ваши комментарии. Там и ТЛИП, и ДИКЕЙТ, и ТРАК, и ФУДЖЕМ, и так далее. Возможно, следующее обучающее видео будет либо на ФУДЖЕМ, либо на какой-то другой балансовый трюк. В общем, напишите в комментариях, какой вы трюк хотите видеть в следующем обучающем видео. Если этот комментарий уже кто-то оставил, поставьте ему лайк, чтобы комментарии выходили в топ. И, если не сложно, давайте снова наберем 300 комментариев и 1000 лайков под этим роликом. И я в следующий раз приеду с Кипарк и сниму для вас обучающее видео. С вами был, как всегда, Артем Остапов. Увидимся в новом видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok